Приветствую вас, уважаемые подписчики, гости канала. В данном видео я покажу вам, как заблокировать любой сайт без помощи каких-либо программ, а с помощью операционной системы. Если вы покупаете товары в интернете, тогда вам обязательно нужно воспользоваться сервисом Letyshops. Этот сервис выплатит вам часть потраченных на покупки денег. Я сам пользуюсь данным сервисом и могу смело его рекомендовать. Этот сервис действительно платит. Ссылку, а также инструкцию о том, как им воспользоваться, вы найдете в описании под этим видео. Мы не будем пользоваться сложными какими-то вариантами, мы воспользуемся старым добрым методом при помощи файла host. С помощью данного файла мы можем заблокировать любой сайт. Вот сейчас у меня открыт сайт и, допустим, я хочу его заблокировать. Вот я обновляю, он работает, все с ним в порядке. Как нам заблокировать его? В первую очередь нам нужно открыть программу блокнот. Я сразу показываю те действия, которые нужно выполнять обязательно. Нам нужно открыть блокнот от имени администратора. Найдите ярлык блокнота, либо через поиск, либо просто в меню пуск. Найдите вот этот ярлык блокнота и кликните правой кнопкой мыши по нему и запустите от имени администратора. Это обязательное условие, потому что если вы этого не сделаете, просто откройте блокнот, то возможно у вас не будет файл сохраняться, как он должен сохраниться для того, чтобы все сработало. Обязательно запускайте блокнот от имени администратора. Запускаем его. И теперь нам нужно найти файл хост. Как это сделать? Нажимаем файл. Открыть. Вот у нас диск C. В диске C выбираем папку Windows. Дальше находим System32. Вот она. Теперь Drivers. Вот она папка Drivers. И здесь ETK. Вот она эту папку. Открываем и видим вот такую картину. Для того, чтобы нам увидеть нужные файлы, выбираем текстовые документы. И здесь все файлы. Видите, здесь справа, если мы поставим текстовые документы, этого файла не видно. Если выбираем все файлы, он виден. И вот открываем файл хост. Открыть. Все, теперь что нам нужно? Теперь нам нужно ввести следующую запись. Вот обратите внимание, здесь у вас есть Localhost. Напротив него вот такой номер. 127.0.0.1 Копируем его. Ctrl-C я скопировал. Теперь переходим вот сюда ниже, под вот эти решетки. Вводим этот номер. Вставляем. Делаем пробел. И дальше нам нужно ввести домен сайта, который мы хотим заблокировать. Вот здесь в адресной строке, вы видите, вот он. Это и есть домен данного сайта. Я его копирую. Дальше, вот здесь через пробел вставляю. Сразу скажу, что вот эти слэши нужно убирать. Убираем вот этот слэш. И вот это http.2 слэша. Все это убираем. Оставляем только домен. То есть название сайта. И вот это точка.ру. Все. Теперь нажимаем файл. Сохранить. Все. Вот таким образом мы заблокировали данный сайт. Сейчас он виден, но я нажимаю обновить страницу. И все. Не удается получить доступ к сайту. Даже если в другой браузер мы сейчас зайдем, табличка будет такая же. Если вам нужно сайт разблокировать, вам нужно просто удалить вот эту надпись. Мы ее удаляем. Здесь файл. Сохранить. Теперь обновляем сайт. И вот он загружает. Вот таким образом блокируются сайты. Как видите, здесь все очень просто, но обязательным является запуск блокнота от имени администратора. То есть вы можете пройти по пути мой компьютер, C. В общем, по нужному пути вы пройдете, откроете с помощью блокнота, но будете пытаться сохранить, а вам будут предлагать сохранить или в другом месте, или по другим названиям. Это не подходит. Вот для того, чтобы внести изменения в единственный вот этот файл хост, нужно открыть блокнот с помощью администратора. И уже через блокнот найти данный файл. На этом данное видео буду заканчивать. Как всегда, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте кнопки соцсетей. И встретимся с вами уже в следующих видео. Счастливо!